дорогие друзья это обзор очередного санатория он находится в самом центре города трусковец называется этот санаторий хрустальный дворец территория санатория это лесопарковая зона на территории находится три спальных корпуса из трех спальных корпусов работает правда только один корпус вообще санаторий рассчитан на 350 мест на сегодня есть 50 лечебный корпус плавательным бассейном административный корпус и так далее санаторий хрустальный дворец родом из советского союза и здесь лечились первые лица советского союза в свое время сейчас этот санаторий относится к государственному управлению делами президента как то так это называется и в общем то здесь отдыхали президенты ну последний президент насколько я знаю кучма больше никто из президентов сюда не ездил но тем не менее это старый советский санаторий престижный и именно его я выбрал для того чтобы провести здесь две недели и хочу вам рассказать о том как это было слышно по голосу да что он у меня простывший а простывший он у меня потому что на украине есть беда давайте кстати на лифте прокатимся обратите внимание что это не какой-нибудь а лифт фирмы отис то есть совсем не дешевый не из дешевых скажем так то есть в общем не пожалели и там беда современной украины это адские цены на отопление именно поэтому в этом санатории отапливается не все например не работает бассейн он не работает потому что ну топить его жалко правда обещают включить вот так вот выглядит вход на первом этаже елочка еще стоит все украшено много разных растений вот в этом корпусе как раз более менее тепло в отличие от лечебного где к сожалению топится не все и я честно говоря простые это не очень хорошая такая вот ситуация и как дорогие друзья зашел я в номер номер выглядит вот таким вот образом сушилка для белья что-то типа шкафа вот собственно кристалевый палац или хрустальный дворец по-русски санаторная курортная книжка а вот это я купил уже чтобы пить минеральную воду тут вот чайник есть так вот так приблизим че гонять стопочки давайте глянем что здесь ухты чего только нет утюг есть фен есть есть холодильничек потом включу есть собственно плечики полки диванчик полотенца вон висят градусник это что санаторий поддеяльник тумбочка такая телевизор висит если сидеть на диванчике смотреть телевизор собственно вид из окна незамысловатый довольно вид пуфик такой две комнаты ребята две вот это лежбище такое вот тоже пульт от телевизора еще один телевизор такая вот люстра давайте включим так она вот горит это у нас санузел санузел выглядит вот таким вот образом дорогие друзья кусок мыла лампочки так ну не джакузи но такая душевая кабина смотрите просьба не бросать предметы лично гигиеновый унитаз написано по-русски и по-английски по-украински не написано тазик чтобы стирать пелье давайте еще раз пройдем там и чемодан что-то я где-то по-украински видел а вот вот тут уже на трех языках описано будь ласков уберите в комнате и плюс к маякап майрум ну в общем то на одного человека номер вполне сносный согласитесь давайте лампочки включим довольно светлый зеркало что касается рума то никаких претензий по моему более-менее давайте видим аутсайд вот смотрите градусник висит температуру видите да не супер холодно но зима 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 лавочка в общем то через дорогу лечебный корпус то есть вот я вышел из спального перейти дорогу вот спальня и лечебный перехода теплого нет но опять же идти недалеко фонарики вечером они конечно светятся в общем какие-то кустики какой-то более-менее ландшафтный дизайн есть санаторий вот этот корпус отремонтирован хорошо топится комнаты вы сами видели более чем приличные комнаты вот написано санаторий кристалевый палац или хрустальный дворец по-русски главный корпус лечебный корпус а сейчас идем билет минеральной воды вот написано билет минеральных вод украина вот карточка на которую ложатся деньги ставится собственно поюлка эта карточка прикладывается вот эти драмы убежали всем спасибо все свободны украинские дорогие друзья за воду здесь надо платить поначалу у меня был шок потому что во всех санаториях где я был до этого вода входит в так называемый пакет услуг а здесь это надо вот входить и отдельно оплачивать но тут есть что оплачивать на самом деле вода абсолютно уникальна мне она просто офигенно зашла я честно говоря даже не ожидал что здесь такая водичка дома я всегда покупаю бутылки воды боржом и с газом и считал что это самая лучшая минеральная вода которая только может быть вот обратите внимание нам сейчас показывают цены на минеральные воды труска овца вот такие вот здесь цены гривна так вот это нафтуся самая популярная здесь вода и пожалуй мария тоже причем даже мария мне как-то больше по-моему зашла я наверное боржоми бы с первого места бы подвинул после того как попробовал эти воды правда их нельзя напрямую сравнивать потому что одна в бутылках с газом а эти вот без газа я никогда не пил боржоми без газа такая какая она есть натуральная а здесь все-таки натуральная да без всяких обработок но ребята при всех минусах данного курорта особенно зимой да особенно в связи с проблемами связанными с ценами на газ с отоплением водичка вытягивает этот курорт в плюс очень высоко я вам скажу это просто надо попробовать так вот с этой стороны выглядит домик вот это странное дерево какое-то видимо отвалилась на дрова его пустят вместо газа так вот это у нас дискотека кажется а нет вот эта дискотека а это столовая я ее позже включу вам как она выглядит и расскажу как там кормят церковь это тоже территория санатория не знаю работает или нет вот какое-то одно здание помойка сюда мусор выкидывать голубые ели вот с этой стороны вот так вот это выглядит кстати мои окна как раз здесь два окна у меня единственный работающий из трех корпусов ну на мой взгляд выглядит более чем презентабельно комнаты в нем тоже отличные о кстати обратите внимание какая скамейка на поребрике на этом да очень удобно сразу две функции вообще вот эта старая советская постройка вот лечебный корпус колоссальный который вы сейчас видите возле которого я нахожусь и который конечно же учитывая то что в санатории вместо 350 человек всего 50 он конечно выглядит немного пустынным но построено все очень монументально вот сейчас бы так точно не построили еще один вход в санаторий написано дискотека но никакой дискотеки в клубе нет потому что клуб вообще закрыт так что это все неправда может зимой не работает а потом заработает в общем кришталевый палац или хрустальный дворец идем в лечебный корпус который напротив вот он собственно все близко надо просто перейти дорогу удобнее по лечебному корпусу давайте по этажам пройдемся начнем с первого обратите внимание мебель еще советская елка уже нет гардеробчик здесь можно ставить одежду никого нет потому что я уже после обеда зашел все процедуры прошли поэтому видите да что в общем то все это советское ну расскажу я вам про подводный массаж тоже могу рассказать ну нормальный массаж как массаж один раз попробовал честно говоря больше не пошел по процедур часть процедур входит а часть процедур не входит то есть по большому счету то сумма которую я заплатил а заплатил я тысяча шестьдесят восемь гривен в сутки сейчас на экране появится сколько это в долларах естественно питание проживания досуг так это нужно и 2 ошибем никакого досуга в санатории нету клуб закрыт то есть фактически питание проживания и лечения и советская люстра я как-то сравнивал санаторий белоруссии и россии и честно говоря за досуг было немало баллов ну так вот если бы этот санаторий участвовал он бы скорее всего с треском провалился бы и занял последнее место потому что ну нет здесь никакого досуга хочешь досуг иди пожалуйста собственно не на третий этаж как мы сейчас идем мы сейчас попали на третий этаж а иди в город городе досуг найти можно естественно за дополнительную плату как собственно в этом санатории за дополнительную плату не только досуг но также минеральная вода и часть процедур такой вот приятный старый советский коридор узнаете да впрочем по советским меркам то что вы сейчас видите это абсолютный шикардос вот это вот лепнина вы обратите внимание сколько ей уже лет и она выглядит вполне себе сносно сколько лет вот этой вот мебели и она тоже живая это же явно не современная мебель не современная вот эта люстра но прошло 30 лет и это все в рабочем состоянии только ради этого стоит сюда заехать по лечению то что мне понравилось так это то что здесь есть диагностика здесь делают узи здесь делают анализы и в этом санатории у меня кое-чего нашли такого не в порядке чего я даже не знал за что отдельное спасибо докторам выписали таблетки в общем я скажем так не могу пожалеть что сюда заехал профессионалы работают а это сова символ моего канала тут затесалась я еще одну где-то видел нет здесь ладно неважно ну походить по старым советским коридором длинным и все вот это конечно очень аутентика такая приятно тренажерный зал дорогие друзья зал не маленький но оборудование не ахти как много в этом зале впрочем впрочем то что надо есть заниматься можно короче если вы большой поклонник тренажеров то это место точно вам подойдет потому что кроме вас тут никого не будет правда зал это тоже нифига не отапливается поэтому свежо но когда ты занимаешься в принципе это вполне нормально то есть это не мешает свежо давайте дорогие друзья потихоньку будем двигаться к харчуванию правильно надеюсь я сказал почему мы двигаемся то есть к еде и да тут в принципе неплохая вот ужин довольно вкусный это весной гуляш в принципе даже сытный но не всегда хватает взрослому мужику такую ужина хватает не всегда но кто мешает попросить добавки гулять в порции меню одной было мало попросил вот такой вот получился у меня обзор скажем были недостатки но есть и плюсы кстати одним из плюсов является то что санаторий за свой счет в последний день делает трансфер курортника даже до вокзала или до автовокзала то есть это еще один такой небольшой плюсик этому санаторию что касается room сервиса то у меня была проблема вот эта штука не держалась и она честно говоря отвалилась то есть я сразу первый день обратился и буквально за день все исправить кроме того сушилка для белья не работала и в общем то ее тоже заменили то есть в общем то по сервису нареканий нет я считаю все исправляют довольно быстро надеюсь для тех кто сомневался ехать ему хрустальный дворец или не ехать это видео немножечко как-то ситуацию прояснила до новых встреч дорогие друзья и хорошего вам санаторно-курортного отдыха